здравствуйте уважаемые участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2023 2024 года также родители все заинтересованные преподаватели сегодня мы разберем с вами наиболее интересные и сложные задания этого года давайте на них обратим внимание итак первое задание мне очень понравилась скажем так игра с экологической толерантностью да с кривой экологической толерантности то есть экологическая толерантность ее график могут принимать необычную форму колокообразной кривой до нормального распределения а могут выглядеть самым интересным образом и один из таких вариантов приведен у нас на графике что мы видим на этом графике что очень быстро достигается оптимальный уровень обеспеченности каким-то до экологическим фактором то есть минимального воздействия хватает для того чтобы было комфортно при этом зона оптимума очень продолжительная и только при избыточно большом количестве вещества у нас начинается уже про снижение и зона письмо определить приближение критической точки приводящий к смерти конечно это микроэлементы те элементы которых достаточно в минимальном количестве и это будут витамины потому что безусловно несмотря то что витамины нам нужны в минимальном количестве тем не менее при потреблении огромного количества витаминов вам может быть некомфортно до организм может умереть задание номер три казалось бы она элементарно мы проходим в курсе экологии определение емкости среды однако часто емкость среды формулируется как предельная нагрузка вида на среду обитания и вот эта предельная нагрузка она ассоциируется с давлением среды да и тут нужно понимать что емкость среды она измеряется количеством особей о чем вам намекает график он является подсказкой поэтому конечно ничего здесь не подходит то есть это не описание среды не описание количества ресурсов не описание давления среды и продуктивной среды это описание количества особей емкость среды это количественный численный показатель поэтому правильный ответ b обратим внимание на задание 8 тонкий озоновый слой разрушается под действием химических веществ убрасываемых в атмосферу на земле какие вещества относится к озон разрушающим и так co угарный газ не является озон разрушающим кроме того он также не является парниковым co2 является парниковым ционе является хфу и фреоны являются озон разрушающими пропан озон разрушающим также не является очень интересно и мне очень понравилось задание номер 9 какие последствия глобального изменения климата наблюдается в настоящее время тут действительно вас проверяли на знание всего многообразия последствий изменения климата Дело в том, что происходит не просто увеличение видового разнообразия или снижение видового разнообразия, а именно происходит изменение, то есть у каких-то видов ареал расширился, у каких-то видов ареал сузился, у каких-то видов увеличилась численность, у каких-то видов численность снизилась. Именно поэтому нам нужно было выбрать все ответы, которые идут со словом изменение. Изменение ареалов, изменение продуктивности экосистем, изменение сроков фенологических событий, изменение. Вот это самое главное. Все остальные ответы здесь, конечно, совершенно никак с изменением климата, так напрямую не связаны. Задание номер 10. Достаточно классическое. Я в неочередной раз повторюсь, что зарастание озера это первичная сукцессия. К сожалению, многие думают, что зарастание озера это вторичная сукцессия. Однако это совсем не так, потому что впервые образуется почвенный субстрат. На это я бы обратила внимание. И, конечно, зарастание озера часто приводит к образованию лесной экосистемы. Это очень продолжительный период, который может занять десятки лет. Однако, тем не менее, постепенно там может образоваться лес, который будет уже климаксным сообществом. Задание 12. Казалось бы, классическое. Ведь очень часто нас спрашивают, в чем причина обмеления Аральского моря. Однако оно здесь очень интересным образом построено. Итак, мы помним с вами, что в Аральское море впадало две реки Амур-Дарья и Сыр-Дарья. И они питали Аральское море, но из них активно бралась вода для орошения. Как следствие, Аральское море, у которого больше не было притоков, начало обмеляться и в конце концов практически полностью исчезло. Вас просят выбрать основные загрязнители на территории Близаральского моря. Вас не спрашивают, почему обмелело Аральское море. Однако, какие это будут загрязнители? Это будут загрязнители, которые связаны с сельским хозяйством, а именно пестициды, также тяжелые металлы и, конечно, остатки удобрений. То есть, все, что связано с применением сельскохозяйственной техники, различных методов увеличения продуктивности сельского хозяйства и вообще, в принципе, сельскохозяйственной сферы. Очень такое интересное задание. Задание номер 13. Непростое задание, скажем так. Итак, нас просят установить соответствие нацпроекта «Экология» и цели в области устойчивого развития. Но я хочу сказать, вам нужно очень хорошо знать цели устойчивого развития, для того, чтобы выполнить правильно. Потому что тут все на грани, очень близко. Смотрите, цели устойчивого развития формулируются конкретно. То есть, у нас есть цель 13 – борьба с изменением климата, у нас есть цель 6 – сохранение чистой пресной воды, и у нас есть цель 12 – устойчивое потребление и производство. В нацпроекте у нас есть федеральный проект по сохранению лесов, в нацпроекте у нас есть восстановление уникальных озер и уникальных водных объектов. В нацпроекте у нас есть пункт по обеспечению пресной питьевой водой, правда, этот федеральный проект с 2021 года ушел, скажем так, в подведомственность нацпроекта по жилищно-коммунальному хозяйству. Но так, если грубо говорить, да, у нас вроде бы есть пункт «Чистая пресная вода», да, «Чистая вода» называется. Однако, там не сохранение, там именно обеспечение населения урбанизированных территорий, населения городов на 99% чистой пресной водой, то есть не совсем сохранение. Очень интересно так закрутили, то есть вполне возможно отнести этот пункт к нацпроекту «Экология», но правильно его будет отнести, конечно, к ЦУРАМ, потому что в нацпроекте все-таки не сохранение. Далее, обеспечение утилизации и переработки отходов, это, конечно, нацпроект «Экология», да, «Чистая страна» федеральный проект, входящий в нацпроект «Экология». Далее, верные и неверные утверждения тоже выберем самое интересное. В природных популяциях стресс-реакция может возникать только при высокой плотности. Конечно, нет, поскольку стресс-реакция это вообще побочная история любого неблагоприятного воздействия, конечно же, не только переуплотнения. Пункт «Б» тоже неверен, поскольку мы помним, что схожие экологические требования не равно идентичные, да, идентичные экологические требования. Виды способны специализироваться, и, допустим, в одной саванне может обитать большое количество травоядных, то, что они все специализируются по размерам, по периоду активности, по пище, которую они едят, и то, что они все травоядные, это совершенно им никак не мешает. Далее, вот такой интересный вопрос, высшим нормативным правовым актом РФ является федеральный закон. Конечно, нет, высшим нормативным и правовым актом Российской Федерации, насколько я знаю, является Конституция. Пункт «З», также такой сложный нацпроект «Экология» направлен исключительно на улучшение инфраструктуры обращения с отходами. Конечно, нет, в нацпроекте «Экология» множество всего интересного, это и вода, и биоразнообразие, и лес, и внедрение НДТ, и так далее. Все остальные вопросы, мне кажется, достаточно простыми, и давайте мы, конечно, посмотрим на вопросы, развернутые, с их ключами. Зеленые коридоры, как влияют на видовое разнообразие? Здесь мы получаем 2 балла за то, что говорим, что они облегчают перемещение организмов, уменьшают островной эффект и увеличивают видовое разнообразие. То есть зеленые коридоры, это коридоры, которые создаются между участками природных территорий, например, в городах, для того, чтобы обеспечить миграцию живых организмов и тем самым поддержать, по сути, биоразнообразие. И уменьшение островного эффекта здесь очень важно дополнить, поскольку действительно человек приводит к образованию этого островного эффекта, когда у нас, скажем так, инсуляризированы популяции, то есть когда крупная популяция подроблена на множество мелких популяций, а судьба мелкой популяции может быть достаточно плачевна, просто потому что по чисто статистическим причинам популяции может не хватать особей для поддержания самовоспроизводства и поддержания какой-то стабильной численности, что приведет к ее вымиранию. Поэтому эта возможность мигрировать, чтобы обнажаться, скрещивать, она, конечно, будет очень полезна. Назовите причины расширения ареалов. Конечно, в первую очередь это изменение климата, я бы сказала, да, для многих ареалов, например, для малярийного комара. Теперь больше гораздо ареал, где он может встречаться, ввиду того, что среднегодовые температуры на планете растут. Кроме того, это, конечно, в целом антропогенная деятельность человека, когда человек перевозит какие-то виды, да, распространяет их на новые континенты. Это инвазии, да, интродукции в результате антропогенной деятельности. То есть в результате намеренного или ненамеренного переноса. И также расширение ареалов может быть связано с антропогенным изменением места обитания. Допустим, вырубили лес и на эту территорию пришла, ну, вырубили лес для того, чтобы построить город. На эту территорию пришла там какая-то степная растительность, которая ранее здесь не существовала из-за сильного затенения от деревьев. Теперь лес вырубили и у нас больше появилось каких-то таких степных сообществ. Да, ну, грубый такой пример, но тем не менее. И, наконец, 17 вопрос нас попросили привести не менее 6 аргументов важности сохранения структуры биоразнообразия для обеспечения здоровья человеком. В ключах, как мы видим, всего 3 пункта, но они оцениваются до 3 баллов. Итак, это сохранение среды для жизни, поддержание устойчивости среды и сохранение здоровья среды. Затем, само собой, развитие лекарств, различные пункты здесь могут быть про научную деятельность, да, неокр, селекция, биотехнология, то есть развитие науки лекарств и селекции по баллу. И нарушение баланса, которое ведет к проникновению инвазивных видов в том числе, да, это могут быть какие-то возбудители, переносчики заболеваний и вызов ожогов и аллергии. Конечно, непросто было бы вам перечислить 6 пунктов, но как-то их сформулировать, тем не менее, можно было. Благодарю за внимание, надеюсь, что вопросы этого года муниципального этапа вам показались интересными, вы узнали что-то новое. Ждем вас на региональном этапе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова